КОРАЗОН ПАТИДО 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 Да? Нет, Нелли. Нет, как это? Почему ты говоришь с сыном о том, чего я не знаю? В чём дело, милый? Куда это мы собрались? Никуда. Мы никуда не собрались. Что значит «никуда»? Адриан? Нелли, оставь ребёнка в покое, хорошо? Так вы мне скажете, о чём вы здесь шушукаетесь? Я ничего не понимаю. Возьми игрушки и сходи к бабушке с дедушкой, навести их. Проведай их, сынок. Ладно? Всё нормально, Нелли. Не надо волноваться. Адриан, ты подговариваешь сыну уехать? Чёрт знает куда. Наверняка сматываешься с этой девкой. Она же водит тебя за нос. И что она только выдумывает? Она хочет, чтобы ты переехала, а потом бросит тебя. Ты что, не понимаешь? Я ни с кем никуда не уезжаю. Просто хочу забрать его отсюда ради лучшей жизни. Подальше от наших ссор. Чтобы уберечь его от наших с тобой проблем и от всех опасностей, которые окружают его. Да что ты несёшь? Ты спятил. Хочешь забрать моего ребёнка, чтобы он жил бог знает с кем? Хочешь сказать, я могу навредить Астебану? Отвечай. Где мой сын? Твой сын? Что же ты решила, Аура? Хочешь окончательно превратить мою жизнь в ад? Превратить в ад? Как ты смеешь так говорить? Ты разрушила мою жизнь! Всё было бы иначе, если бы ты последовала моим советам много лет назад. Я дала тебе возможность исправить ошибки, но ты закрыла на это глаза. Теперь ты должна за всё заплатить. Заплатить? И какова же цена? Твоя месть, твоя ненависть. Они разрывают меня на части. Это и есть цена моей расплаты? Прошу тебя, Аура, только не накручивай. Я терпеть не могу. Нахальных людей. Поэтому ты всё это устроила? Только поэтому ты сказала мне, что мой ребёнок мёртв? Что это? Откуда это взялось? Лично я не могу это объяснить. Чтобы так сильно кого-то ненавидеть. Почему, бабушка? Зачем ты это сделала? Фернандо. Куда ты, Фернандо? Прошу тебя, мне нужно поговорить с тобой. Спасибо. Большое спасибо. Я был неправ. Я знаю. Но это всё из-за Сессора, любимый. Он разозлил меня. Я не прав и прошу прощения. Милая, я думаю, нам нужно попытаться решить наши разногласия. Мы должны решить наши проблемы. Признаюсь, я был эгоистом, но нам надо подумать о детях. О детях? Именно, Фернандо. Особенно о Хермане и Ауре я очень обеспокоен тем, что происходит. Аура, тебя никогда не интересовала, Рахелио. С чего ты вдруг о ней забеспокоился? Я же сказал, я пытаюсь вернуть семью. Я думал лишь о себе, но я уже поговорил с Херманом. И он открыл мне глаза, любовь моя. Я не знаю, не знаю, жив ли ребёнок Ауры или нет. Но я уверен, мы должны преодолеть все эти трудности вместе. Вместе, любимая. Ты выжил из ума. Если всерьёз думаешь, что сможешь это сделать. Нелли, нам следует уважать друг друга. Разве ты не понимаешь, что мы только вредим нашему сыну? Это несправедливо. Несправедливо то, что ты бросаешь меня ради этой девицы, у которой есть и дом, и деньги, и всё. Что ты говоришь, Нелли? Какой дом, какие деньги? Выбрось это из головы. Выбрось эту мысль. Это у тебя в голове мысли только о ней, а не обо мне, милый. Я вижу, ты не любишь меня. Я ничего для тебя не значу. Тебя не волнует то, что сейчас происходит, потому что ты ведёшь себя эгоистично, Нелли. Думай, как хочешь. Я знаю, что тебе всё равно, и поэтому я решил поступить именно так. Почему ты не хочешь позволить мне позаботиться о сыне? Оставь его мне, Нелли. Я его мать. Остановись, Адриан. Что ему может грозить? Например. А что, если его настоящая мать объявится? Представляешь, она придёт и заберёт нашего сына. Ты правда боишься? Я что-то не припомню, чтобы ты так себя вёл. Может, ты что-то скрываешь? Я ничего не скрываю, а тебя ничего. Тогда выкладывай, в чём дело. Я просто говорю. Замолчи, Адриан, замолчи. Не кричи на меня. Не повышай на меня голос. Твои оправдания нелепы. Пока я жива, ты не тронешь моего сына. Намотай это себе на ус, дорогой. Прекрасно. Мы с тобой слишком разные, Аура. Я следую очень важным принципам. Принципам, которые тебя отродясь не волновали. И я этого не потерплю. А ты увидела, что у человека, отобравшего ребёнка, у его матери, есть моральные ценности? Если тебе от этого станет легче, то да. Где мой ребёнок? Отвечай! Говори мне! Твоя дочь умерла. Это ложь. Я это знаю. Чела никогда бы не соврала мне. Чела! Конечно, она соврала тебе. Эта неблагодарная служанка сделала это, потому что я поставила её на место. И если это правда, почему же она ничего не говорила тебе? Почему только сейчас она обо всём рассказала? Чела молчала, потому что ты держала её в страхе всё время. Можешь думать что угодно, Аура. Если ты не хочешь мне верить, я не смогу ничего поделать. Думаешь, мне нужно будет много времени, чтобы найти Чела? Не беспокойся, я тоже её разыскиваю. И когда я найду её, будь уверена, она тут же отречётся от этой лжи. Ты не посмеешь. Не тронь её пальцем, иначе клянусь, я тебя разоблачу. Если не собираешься мне помогать, тогда не вмешивайся. Меня ничто не держит, чтобы упечь тебя за решётку. Меня до сих пор трясёт от того, что они сделали с тобой. Представь, каково мне Чела. Никто даже не знает, что это за женщина. Поэтому тебе лучше уехать. Но куда, Филу? Я не могу. Моя мама лежит в больнице, поблизости. Я никуда отсюда не уеду. И бояться эту синьору я тоже не собираюсь. Верно, Челу. Но мы должны также подумать и об Эстебане. Мы с тобой ещё сможем хоть как-то ей противостоять. Но как же, мальчик? Ты представляешь, что учинит Верхиня, если узнает, что Аура – мать Эстебана? Мы обязаны не дать этому случиться. Но, Филу, я не хочу, чтобы Аура продолжала страдать. Челу будет хуже, если об этом узнает Эстебан. Добрый вечер, здравствуйте. Извините, рад вас видеть. Извини, мне пора. Позвольте вас спросить. Один вопрос. Всего один. Я не задержу вас. Вы знаете правду о моём сыне? Об этом знает Аура? Простите меня, но я должен знать. Я хочу понять, была ли она со мной только из-за сына? Не понимаю, зачем опять начинать заново, Адриан? Конечно, она сделала из-за этого. Филос, это не так. Аура не такая. Челу, признай это. Целых восемь лет от Ауры не было ни слуху, ни духу. Кто знает, что с ней случилось за это время. Возможно, она наняла кого-то, чтобы найти ребёнка, и потом сблизилась с тобой, чтобы забрать своего сына. Челу, Аура что-нибудь говорила вам? Ауре незачем обо всём докладывать Челу. У этой девушки есть много денег, Адриан. Прости, что говорю это, но что ты можешь ей дать? Послушай, хоть ты и хороший работящий мужчина, ты всё же не сможешь обеспечить её тем, к чему она привыкла. В тебе она видит лишь приёмного отца своего сына. Зачем ты сказала ему это? Аура никогда бы так не поступила, она не такая. Ты выставила её лицемеркой. Пусть так. Но меня волнует лишь счастье Эстебена. Я не хочу, чтобы люди из дома Верхиния приближались к нему, Челу. Ты говорил об Ауре, только плохой с тех пор, как она приехала. Почему же ты внезапно начал думать о ней? Ты права, Фернандо. Может, мы, наконец, забудем об этом? У нас было очень много проблем с тех пор, как она здесь. Ты сам создал эти проблемы. Ты отвернулся от меня, когда Аура появилась в доме. Я знаю, что был неправ. И искренне сожалею. Но у твоей дочери и моего сына был ребёнок, любимый. Разве этого недостаточно, чтобы пересмотреть наши отношения? Я только что говорил с Херманом и рассказал ему, как мне тяжело от того, что я не поддержал его. Давай забудем об этом с Дори и попытаемся всё наладить. Я извинился перед Херманом. А теперь хочу извиниться перед тобой. Ты оскорбила мои чувства, Рахелио. Не знаю, смогу ли простить тебя. У меня с отцом не было таких приятных бесед уже очень давно. Он не читал нравоучений, а просто проявил понимание. Замечательно, Херман. Наверное, он понял, что вёл себя неправильно. Он сказал, что готов поддержать меня во всём. Даже обещал помочь мне вернуть ауру, чтобы мы вместе нашли нашего ребёнка. Правда? С ним было очень приятно говорить. Думаю, отец в конце концов понял, что главное для меня это аура. Надеюсь, ты тоже меня в этом поддерживаешь. Конечно, Херман, но ты сказал папе, что Серхио тоже может быть отцом ребёнка. Серхио не его отец, а мой. И точка. Не повторяй это больше. Херман, но ты не можешь отрицать этого. Я скажу прямо, Алехандро. Я люблю ауру и хочу воспитывать этого ребёнка. И раз я заинтересован в этом, Серхио тут не место. Здравствуйте. Не могли бы вы передать трубку Нелли? Кто её спрашивает? Серхио Гарса. Её нет, и, пожалуйста, перестаньте ей звонить. Нелли единственная, кто может запретить мне это. У Нелли есть муж, сеньор. Понятно. Значит, она вернулась к своему механику. Это не ваше дело. И прекратите нам названивать. Хорошо, я не буду с вами спорить. Только передайте ей, что звонил Серхио Гарса. Пусть она перезвонит. В противном случае мне придётся приехать к ней домой. Иду. Клаудия, в чём дело? Что случилось? Как мне быть? Твой брат ужасно со мной обращается. Ты что, снова ходила к нему? Клаудия, я ведь сказал тебе не надоедать ему. Я знаю, я просто дура. Что мне делать, если я не могу выбросить его из головы? Я чувствую себя такой униженной. И всё это из-за гнусной ауры. Ну, хватит, не плачь. Я понимаю тебя. Ты очень красивая девушка. Выходит, не очень красивая. Твой брат бросил меня. А ты? Ты думаешь, я красивая? Да, правда? Ты серьёзно? Ты меня очаровываешь. Хочешь, я докажу это? Хочешь? Тебе нравится. Она держит рот на замке. Бабушка никогда не скажет мне, мама. Она сказала мне тоже, что и тебе. Что чело лжёт. Аура, нам нельзя торопиться с выводами. Пока мы не найдём чела, мы не можем знать правду. Мама, ты правда думаешь, что бабушка может говорить правду? Нет, мама. Прошу тебя. Аура, это ужасно. Мне сложно поверить в то, что она могла врать тебе о таких серьёзных вещах. Она моя мать, Аура. Она принесла меня в этот мир, как и я тебя. Мамочка, я понимаю, каково тебе. Но ты и я прекрасно знаем, что бабушка способна на это. Именно поэтому завтра я отправлюсь в больницу, где лежит мама Челиту, и буду ждать её там. Ты уверена, что бабушка не знает об этой больнице? Она ничего не знает, дочка. Не говори ей, пожалуйста. Кто знает, что она может натворить? Представляю, что бабушка может сделать этой бедной женщине, чтобы отомстить челу. Звонил Серхио, а вы мне не сказали? Этому мужчине не о чем с тобой разговаривать, Нелли. Кто это сказал? Ты? Нелли. Тебя услышит мальчик. Теперь вы ещё будете решать, с кем мне можно разговаривать? Этот сеньор вёл себя как негодяй. А тебе всё равно, ты закрываешь на это глаза. Послушайте, пусть всё будет как есть. У меня есть свои доводы. Серхио связан с Аурой. Он единственный, кто может рассказать мне, что у них там происходит. Когда он приедет? Не знаю, дочка. Он сказал, что приедет, если ты ему не перезвонишь. Я пойду к себе в комнату. Лучше скажите мне, если он приедет. Послушай, Адриан должен с ней поговорить и сказать ей всю правду, пока она не узнала от кого-то другого. Что случилось? Куда ты собрался? Я ухожу, патрон. Больше я не буду здесь работать. Будет лучше, если я выйду. Войдите. Вам звонит Синьорита Рассио. Спасибо, Роза. Алло. Привет. Игнасио, как у тебя дела? Я звоню, потому что хотела бы встретиться с тобой. Я больше не хочу говорить об отце, правда? Нет, Игнасио. Я звоню не за этим. Мы с твоим отцом. Расстались. Что? Да. Он забрал свои вещи из квартиры. Не думай, что я буду сейчас плакаться тебе. Нет. Я звоню по другой причине. Я звоню из-за тебя. Я беспокоюсь, потому что ты прекратил терапию. Игнасио. Прости, я думаю о том, что ты сказала. Ну так что, может, встретимся завтра? Хорошо, я позвоню завтра, когда освобожусь. Хорошо, до завтра. Пока. Что случилось, бабушка? Ничего, милый. Просто я хотела с тобой поговорить. О чем? Будешь говорить, что поступала так с Аурой ради ее благополучия? Ты ничем не сможешь оправдать того, что сделала. Хотя бы послушай меня. У меня есть право на свою версию событий. Ты самый дорогой человек для меня на всем белом свете. Я попросил Муэллоса помочь тебе, чтобы ты не остался совсем один. И он согласился. Нет, приятель, постой, ты не можешь уйти. Я тебя расстроил. Я скрывал от тебя то, что ты должен был знать. А так с друзьями не поступают. Ты заслуживаешь настоящего друга, не такого, как я. Попрощайся за меня с крестником. Подожди. Да, я разозлился, но я не могу ни в чем тебя винить. И никуда тебя не отпущу. Если бы я сразу сказал, что Аура Мати Стебана ты наверняка не влюбился бы в нее. Это верно. Если бы ты сказал мне вовремя, я бы не влюбился в нее без памяти. И не чувствовал бы сейчас все это. А что ты чувствуешь, Патрон? Меня переполняют сомнения. Я не знаю, что делаю. Я совсем не знаю девушку, которую люблю. Знаешь что? Ты мой друг. Мой единственный друг. Пожалуйста, не уходи. Мне больно, что твоя сестра настраивает тебя против меня. Бабушка, умоляю, хватит об одном и том же. Аура никогда не говорила мне ни слова против тебя. Ты сама показала, кто ты есть на самом деле. Раньше ты ко мне относился очень нежно. И кто я для тебя теперь? Кем я стала? Ты в самом деле хочешь это знать? Скажи мне, в кого я превратилась для тебя? Я восхищался тобой, но теперь ты стала совсем другой, бабушка. Я не могу поверить в то, что ты делаешь моей семье и моей сестре. Меня нельзя ни в чем упрекнуть. Все, что я сделала, лишь во благо чести нашей семьи. Но какой ценой, бабушка? Цена лишь одна, мой мальчик. Единственный, кто виноват, это твоя сестра. Она одна, на кого нам нужно седовать. Именно она виновна в гибели твоего дедушки и в твоем нынешнем состоянии. Всему виной Аура. Мне странно, что ты оправдываешь ее после всего, что она с тобой сделала. Хватит, бабушка. Хочешь знать, что на самом деле происходит? Ты меня пугаешь, бабушка. Потому что я все помню. Я тебя видел. Видел. Я видел тебя в тот день. Это ты повернула руль в день катастрофы. В смерти моего деда и в моей инвалидности виновата ты. Так катастрофа – дело твоих рук, бабушка. Гибель моего деда и моя инвалидность – это твоя вина. О чем ты говоришь, Игнасио? Как ты мог подумать обо мне такое, мальчик мой? Я люблю тебя. Я люблю тебя больше жизни. Ты у меня один. Как ты можешь говорить такое? Я не понимаю. Я говорю это потому, что так оно и есть, бабушка. Не отрицай. Твоя сестра взрастила в тебе эту ненависть ко мне. Но это было много лет назад. Ты был ребенком. Я понимаю твое смятение. Но не могу принять того, что ты сомневаешься в моей любви к тебе. Знаешь, скольких докторов я обегала, чтобы ты снова смог ходить. Игнасио, господи, Игнасио, ты не представляешь, как мне больно видеть тебя таким. Ты мой самый любимый человек на свете. Зато мой самый любимый человек – это аура. Несмотря на то, что ты считаешь меня неправым и говоришь, что невиновна в той катастрофе, я не могу найти оправдание твоей ненависти к моей сестре. Прошу тебя, перестань мной манипулировать, я больше не ребенок. Я не пытаюсь тобой манипулировать, но мне больно от того, что ты делаешь. Очень больно. Ты самое важное, что есть в моей жизни. Ты не можешь так со мной поступать, Игнасио. Не можешь. Нет, приятель, я тебя не отпущу. Ты мне нужен. Мне нужна твоя помощь не только как партнера, но и как друга. Ты мой лучший друг. Что еще мне добавить? Прости меня, пожалуйста, прости, друг. Ладно, забыли. Тебе пришлось... Несладко, Патрон. Не хотел бы я побывать в твоей шкуре. Я правда не знаю, что делать. Не знаю. А я знаю, Адриан. Тебе надо поговорить с Нелли и все ей рассказать. Танкеви, оставь нас на минуту. Конечно. Сколько еще ты намерен это откладывать? Я не знаю. Я не знаю, как поведет себя Нелли, как отреагирует на это Аура. Думаете, она сблизилась со мной из-за ребенка? Она любит меня. Разве она не может полюбить меня? Почему? Так сказала Нелли? Это неправильно. Да что с ней такое? Почему она не может полюбить меня? Почему? Хочешь знать, что я думаю? Тот парень сблизился с моей дочерью лишь из-за ее внешности. И я спрашиваю тебя, думаешь, он хочет жениться на Нелли? Конечно, нет. Так неужели ты думаешь, что Аура хочет создать семью с кем-нибудь вроде тебя? А где папа? Пошел в магазин что-то делать с полками. Я дождусь его, попью с ним кофе, а потом спать. Хорошо. Серхи еще не появлялся? Ты звонишь ему? Конечно, мама. Надо же узнать, почему он так и не приехал. Не делай этого, дочка. Твой отец пошел к Эдриану, чтобы попытаться наладить ваши... Мама, умоляю тебя, если я не смогла этого сделать. Думаешь, папе удастся? Пораскинь мозгами. Нет, Серхи, я не должна была этого делать. Нет, принцесса, только не говори теперь, что это я заманил тебя и воспользовался тобой. Нет, я не сказала этого. Вот и славно. Ну, кто там еще? Алло. Это я, Серхио. Нейли, это ты. Я тебя отвлекла? Ты, по-моему, очень устал. Я делал упражнения. А с кем, не скажешь? Мне нравится, как ты мыслишь. Что же ты не приехал и не устроил сцену, о которой обещал? Если хочешь, я ее устрою. Не глупи, Серхио. У меня к тебе есть вопросы. Почему ты не говорил мне, что твоя сестра решила остаться? Не знаю, почему она не уехала. Наверное, незаконченный проект, или, может, она хочет завоевать твоего мужа. А это, кстати, не так уж и плохо для нас. Ну что, встретимся завтра. О чем бы ты ни узнал, любой мелкий пустяк. Дай мне знать, пожалуйста. Хорошо? Понятно? Спасибо. Аура не такая и никогда бы так не поступила. Адриан, ты не знаешь эту девушку. Роль наивного мальчика совсем не для тебя. Когда действительно любишь, это трудно скрыть. Хорошо. Значит, ты любишь ее так сильно, что даже ослеп. Ты не хочешь видеть того, что происходит. Ладно, давай ругаться. Я хочу спросить тебя, как отец Нелли. Если Аура придет за своим ребенком, на чьей стороне ты будешь? Будешь женщиной, которую не знаешь, или с Нелли, моей дочерью, которая с тобой уже так долго? Ответь. Я не на чьей стороне. Меня волнует лишь мой сын, и все. Он мой сын, остальное мне не важно. И моя дочь тебе не важна. Ты забыл, как страстно любил ее? А теперь тебе нужна другая женщина. Я знаю, Нелли натворила глупостей. Я в курсе о том адвокате, ей не достает уважения к другим. Это так, но если ты действительно любишь Эстебена, ты должен понимать, что и моя дочь тоже его любит. Вам не нужно объяснять мне это. Я хочу, чтобы вы поняли, наши отношения как мужчины и женщины закончились. Нашей пары больше нет. Это уже не исправить. Почему вы выставляете меня каким-то хамом? Почему? Потому что Аура – настоящая мать ребенка. Но Эстебен – мой внук. Он сын моей дочери, она любит его, как никто другой. Теперь понимаешь, почему мы хотели отгородить тебя от этой женщины? Думаешь, она глупая? Нет, Адриан. Не будь ты наивным, как отец Нелли. Я приказываю тебе поговорить с ней. Немедленно. Послушайте, дон Амадор, так мы зайдем в тупик. Я не хочу проблем. Сначала нужно успокоиться, а потом я с ней поговорю. Я обещаю вам. Пожалуйста, сделай это, пока еще не поздно. Это не совет. Это мое предупреждение. Прекрати встречаться с этим мужчиной, иначе все наши усилия будут напрасны. А слушай, Адриан по уши влюблен в эту девку. Слишком сложно будет с этим бороться. Ну что, ты поговорил с ним? Что он сказал? Что любит ее до беспамятства, и жить без нее не может, да? Я и так это знала. Вот будет смеху, когда за мной придет Серхио, и все начнут орать и ревновать. Прекрати, Нелли. Ты не маленькая. Прошу тебя, будь серьезнее. Не веди себя как ребенок. Веди себя как взрослая женщина, дочка. Потому что твой муж ведет себя именно так. Он собирается поговорить с тобой, и прекрати считать это все детской игрой. Не будь такой глупой маленькой девочкой. Ну хватит. Тебе придется столкнуться с чем-то очень серьезным. Доброй ночи. Не горячись, патрон. Так ты ничего не решишь. Тебе нужно сохранять хладнокровие. Как же это так, дружище? Неужели она лгала мне? Как же я мог допустить такое? Как мог дать этой девушке обмануть меня? Дружище, ты не виноват. Ты отличный парень. Хороший человек. Дело в другом, приятель. Выходит, я не нужен ей. Ей от меня нужен только мой сын. Главное для нее это мой мальчик. А я люблю ее, дружище, очень. Я полюбил женщину, которая со мной не потому, что я ей нужен. А из-за моего ребенка, понимаешь? Все это слишком подозрительно среди стольких людей. Почему Аура столкнулась именно со мной и моим сыном в день, когда сфотографировала нас? Ты в тот день тоже был с нами, помнишь? Слишком много совпадений. К тому же тут замешан ее брат. Так почему бы и нет? Да, все это так. Может быть, между Аурой и ее братом какая-то сделка? Знаешь, у них ведь очень много денег. А когда деньги, говорят, правда молчит приятель. Автомастерская, слушаю вас. Нет, ни Филомена, ни Якузина тут не появлялись. Адриан? Да, он здесь. Сейчас передам ему трубку. Это Аура. Аура? Да. Алло. Адриан? Как дела? Тебе удалось что-нибудь найти? Нет, я пыталась узнать хоть что-то у бабушки, но это невозможно. Еще я не могу найти Челло. Я была у вас в мастерской, была в магазине, искала там ее и Филомену. Но, да, я хотела сказать тебе, что столкнулась в мастерской с Нелли, но у меня нет выбора, я должна разыскать Челло. Прошу, помоги мне. Адриан. Адриан, в чем дело? Аура, нам надо поговорить. Ты какой-то странный, что-то случилось? Да? Нет, ничего, нам просто нужно поговорить, но не по телефону. Давай встретимся, пожалуйста. Мы можем встретиться завтра. Хорошо, тогда поговорим обо всем завтра. Прекрасно. Адриан, не знаю, в чем там дело, но я хочу, чтобы ты знал, я никогда не переставала любить тебя. Ну что, босс, с какой из них ты собираешься поговорить первой? Не знаю. Не знаю, меня волнует только мой сын. Я буду защищать его, даже если мне придется многим жертвовать. Он самое важное для меня. Бесспорно. Я это знаю. Ну что там еще? Я хочу извиниться за то, что наговорила тебе. Думаю, я перегнула палку. Ладно, может быть, вы и правы. Возможно, я просто идиот, у которого нет возможности любить такую женщину, как Аура. Возможно. Я этого не говорила. Я лишь хочу, чтобы ты раскрыл глаза. Ты плохо знаешь их семью. Эти люди способны на все. Особенно бабушка Аура. Если дашь ей приблизиться к Эстебану, он окажется в опасности. Береги своего сына. Почему ты так ведешь себя, Адриан? Пожалуйста, не бросай меня в эту минуту. Только не сейчас, пожалуйста. Давайте договоримся, Доня Фил. Отныне все, что касается только меня, это только мое дело. Если то, что вы говорите, правда, прекрасно. Только не давите на меня. Вы меня совсем затоптали. Я поговорю с Аурой. Как только я это сделаю, я приму решение. И это будет мое решение. Ясно? Только мое. Хорошо, Адриан. Вот и замечательно. Подумай сегодня о том, что я тебе сказала. А завтра мы обо всем поговорим. И ты скажешь, что решил. Ладно, мне пора. Я оставила Челу совсем одну. Не хочу, чтобы она одна там сидела. Спокойной ночи, Адриан. Молчи. Даже не пытайся. Теперь ты скажешь, где она прячется. Говори же, я с тобой не шучу. Поняла меня? Поняла? Говори. Отпустите меня. Ты слышал? Давай посмотрим. Вы в порядке? Этот человек хочет попасть ко мне домой. Это он. Водитель той женщины. Бабушки Ауры. Он ищет Челу. И я предупреждала. С ними шутки. Плохи. Успокойтесь, я провожу вас домой. Все будет хорошо. Успокойтесь. Мне страшно, Адриан. Видишь, им нужен твой сын. Твой сын. Верхиния? Удивлен, Рахелев? Я как раз о тебе думала. Пыталась понять, что это ты тут делаешь. Мне нужно было молчать, чтобы узнать, кому ты звонишь. Нет. Я просто хотел посмотреть время. Поздно отпираться, Рахелев. А что, по-твоему, мне было нужно? После всех твоих раздумий, каковы выводы? Скажу тебе лишь одно, Рахелеву. Не нужно под меня копать. Я не из тех, кто ждет начала атаки противника. Я очень предусмотрительна. Это угроза? Я не угрожаю, Рахелев. Я действую. Это было моим предупреждением. Рахелев. Алло. Думала, сможешь заснуть, не поболтав со мной? Рахелеву. Сколько мужчин звонят тебе ночью, чтобы сказать, как они тебя хотят? Ни одного. Ни ночью. Ни в другое время. Только ты. Ты не представляешь, как мне нравится говорить тебе то же самое. Правда? Ты меня хочешь? Если ты не против завтра, я докажу это тебе, любимый. Всё идёт по плану, папа. Наша месть началась. Рахелеву Агарку заплатит своей кровью. Я так тебе благодарна, Адриан. Вам не за что меня благодарить. Поговорим завтра. Хорошо, только проверьте, всё ли нормально дома, я подожду здесь. Хорошо. Босс, ну как? Я его упустил, подонок смылся. Он убежал? Её там нет. Её нет. Чела исчезла. Одну минуту иду. Чела. Не могу поверить. Чела. Челита. Ну в чём дело? Доченька, выслушай меня. Мы тебя везде обыскались. Где ты была? Мы ужасно переживали. Может, тебе налить воды? Нет, нет. Расскажу обо всём позже. Сначала я должна сказать тебе что-то очень важное. Я не могу больше держать это в себе. Мне только больнее от этого. Я знаю, где твой сын. Где он, Челита? Где? Ты... Ты его знаешь. Ты была к нему так близко. Очень близко. Твой сын. Твой сын, Эстебан. Ребёнок Адриана. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип». «Инис» по заказу компании «Инис» по заказу компании «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип». «Инис» по заказу компании «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип». «Инис» по заказу компании «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип». «Инис» по заказу компании «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип». 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 «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип».